ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, ребята, на канале-то смотрят новый выпуск. Купили вот такой Иран Ходро Самант, аналог Пежо 405. Вот у него даже книжка тут валяется от Пежо. Не стали ничего мудрить, да, не стали ничего мудрить, прям засунули книжку. Руководство по эксплуатации Пежо 405. С 88 по 96 год выпускался. По 405. Здесь у нас 1,6 мотор получается, да? Я так понимаю, да? В общем, седьмой год, однохозная машина. Добрали за 150 тысячу перекупов. Ну, есть, конечно, моменты. По порогам вот здесь уже этим бодиком прошлись с этой стороны. А с той, с той там и вмятины, и обжавчины есть. Ну, единственное, да, пороги пошли. А по остальному, по остальному все нормально. Еще когда пригнали, начал троить мотор. Сегодня с утра уже завели, все нормально работает. Но, в любом случае, по электрике, то ли масло, то ли что, есть проблема. Потому что, вот, сейчас посмотрим-ка. И чек горит. И на табло не реагирует тахометр. На газ. АБС горит еще на газ? АБС горит, да. Ну, все, загоняем сейчас к электрику. Ну, все, загоняем сейчас к электрику. Все, кончуга. Короче, ветер срывает. Так же этот, да? Нет, сейчас загорелся. Нет, он горит. Ему то ли что-то не хватает, то ли его масса. В итоге, какометр не работает. Когда прикуриваешь, заводит он. Получается, знаешь. Кондер работает, да? Вентилятор. Нет, вентилятор плохо дует. Ну, фильтр я убрал. Уже лучше начало дуть. Ключом начинаешь, допустим, вот я вот сейчас сделал в такое положение. Вентилятор хорошо долг, то есть еще лучше долг. Может, как у меня на Рено с массой проблемы, что-нибудь такое. Может, посмотри, пожалуйста. Мне кажется. И чуть-чуть он, этот, подтраивает, да, у нас как-то? Ну, вчера, по крайней мере, подтраивал, сегодня-то нормально вроде бы. Может, опять-таки с этим проблемой все-таки. Магнитола? Магнитола с массой. Дешевый манитолом нужно? Дешевый. Есть? Аура. Аура. Нет, блопунт. Блопунт? Вообще крутяк. О, даже подстаканники есть. Вообще. Охрененно. Все есть, да, блин? Да. Смотри. На полу всяких там, на Солярисах дополнительно покупаете эти штуки. Подлокотники. Вот здесь все есть. Тепла поднимутка сзади тоже. АБС еще горит там у нас. Ну и Каш, багажник открой, пожалуйста, а? Да. Если откроется. Средняя кнопка. Не реагирует уже, да? Может, из-за аккумулятора? Может быть, из-за аккумулятора. Да, то, что не заведен. Вчера же открыл, нормально. Ладно. Машину, ты. Серву. Да. Мне кажется, это у француза. Как у меня на Ситроине. На Ситроине так же. Все, Шан. Нет, отпускает как? Да. Он же должен отпускать как-то. Блин, не, не, так ломает. Вот, остается. Ну ладно, пусть будет. Смотри. Деревнировка зеркал, да, блин? Слезно. А это что за хрень интересная? А, то, что выключает, блокирует. Да. Сверху. Ну, сзади. Детская блокировка. Вот еще антенна должна выходить, по идее. Башка сломная уже. Иран Ходро. Пежо, Пежо 405-й, вон даже книжка у него по эксплуатации валяется. Все агрегаты от Пежо. Так, кузов просто другой свипели. Вот это у нас растянутой гнятины. Кто-то уже пытался делать. Выведем и подкрасим аккуратненько. Здесь еще косяк. Ну и пороги, я же говорил. Пороги где-то надо полировать, где-то качкануть. Аккумулятор тоже надо на зарядку потом поставить. Потому что, я думаю, он такой. А, ну конечно, а с буром так же не крутит бур? Нет, бур не работает. Гур не работает. Вот тоже что-то надо смотреть сети. Ну что-то к его жизни 2% ну и все тогда нужно играть. 2% Аккумулятор-то? Внутреннее сопротивление повышено. Замкнутый, да? И он разрежен. Лам, да? Ну смысла нету, да? Да, да? 7,93. Оживили свой аккумулятор на Саманде, друзья мои. 70% зарядки есть. Пока поставили на машину. А этот мой аккумулятор от Ситроена на зарядку. Сейчас у нас в интернете так очень хорошо работает. Не, не всегда. Ну не всегда заживай, да? Ну работает далеко, смотри-ка. Ага. Вот сейчас зажигание включено. Если мы его сейчас начнем переставлять, то есть... Видишь, он не работает. Ставим на максимуме. Выключаем зажигание и заново включаем. И опять не работает. Кто работает, кто не работает. Это мистика какая-то. Ну так, зачем снял, да, манитол? Хозяин. Блин, копеечная вещь. И то... Ну и с вентилятором уже надо разобраться. Вот микрофон, вот динамик. Это надо по инструкции почитать. Хотя там же пижон. Пижон, да. Видения и напоминания. Бортовой компьютер. Бортовой компьютер, да. А может быть как на тазиках? Даже багажник не открывает. Почему? Вчера, вчера... А нет, ну ты сейчас... Нет, нет, не открывает. Нет, нет. А сключай, сключай, попробуй. Еще раз. О! О, сключай, открыл как вчера, нормально. Рейка. Это, наверное, шмелью на рейках. Я так понимаю. Ты смотришь, вот этот под штуктор, видишь, он сломанный. А-а-а. Да-да-да. Свечи менял он. Новые свечи стоят. Ага. Это старые. Тоже получается, поменял, видишь? А, это новый. Это новый. Это новый. Виталика, а у нас ремень приводной нормальный он? Здесь просто есть новый. Я не посмотрел его. Может. Может, на зене он купил его? Антискотч. Антискотч. Да, веки, ты наручный. Хорошая вещь. Забери, пригодится он нам. Антискотч. Попробуем этот убрать. Наклейку. Рус. Его, опять-таки, нельзя оставлять, как преобразовать с ржавшими. Вот, персунь, конечно, пока. Вот так. Как пленка. А-а-а. Немного, как будто растворяет. Ну, ладно, ладно. Да. Короче, клей, ладно, ладно. Лайм. Клей. О, клей. Отклеивают. А вот саму наклейку интересно, как. О, блин. О, офигенно. Прикольная вещь. Наклейка на наклейке. Наклейка на наклейку, да. Ну, койл, рус. Генератор перебрали. Там счет не поменяли. Еще какую-то херню. Ну, в общем, сказали, полгода есть будет. Нормально. Нам как раз хватит. И новым хозяинам тоже хватит. Пока. Первое. И новый поставим, да? Подожди. А он же? Это натяжитель. Натяжитель? Натяжитель. Ну, он же не свистел ничего до нас. Не, не будем трогать. Конечно, если бы, если бы прямо что-то свист, хруст, там что-то было, ну, конечно, из-за этого чего. Он еще стоит, наверное, офигенно денег. Скол, да? Или свой? Нет, скол, скол. Ну, он же на ремень-то не влияет, вроде как. Витек, ремень новый надо поставить, да? Да. В общем, 600 рублей переборка. Генератор обошлась. Ремень новый будет. Ремень новый. Ремень в комплекте с машиной шел. Если он есть. Если он. Витек, может быть, намерим его? Ремень. Там, наверное, даже написано о том, что 6 ПК. 16-60. А здесь уже нету, да? Ну, он и есть. Ага, отлично. Запасен, да, этими запчастями? Запасен. Рейку поменял, считай. Ну, рейку поменял, но не работает. Вот такой датчик. Датчик абсолютного давления. Заказали на наш самант. Потому что он там просто отсутствовал. 2-150. Плюс к хассе машины. Попробуем поставить. Надо сначала сравнить, чтобы пышка подходила. Потом уже только срезать. А вот. neighbors. Это хватит. Уилchain. Кисер, кисер, кисер. Кисер идут. Выи daha nervисяна? Мишенька куда-то кисер идут. Мне нравится. У меня уже Musik кан. Смотри. Мишик, пошли мы? АБСК не требовала, а не? Он не заводится как бы без проблем. С полкой газа его. Ну вот датчик, наверное, этот уж как положено. А эти придурки, этот датчик просто сняли и убрали, да? Забыли поставить. Дебилы вообще, блин. А то, Виталик, АБС тоже посмотришь, да, потом? Да. Это четверт. Центральный замок, что ли? Все, ну, видимо, сигналка связана. Подожди, он занят, там, этот делает. Крышка в багажниках. Все ходит, нормально работает. Попробуй вот этот датчик подсоедини. Руки не усилировали. Видит, на шуме не бросает. Этот же, он еще и есть запасной, который старый, видимо. Его же меняли. Даже для высоты. Комберфолета? А я еще не знаю. Да, ладно. Датчик отключили, и все заглох, и тек. Вот он, как раз, ему и не давал нормально работать. Датчик. А, е-е-е, прикол, почему дай, маня, баса, понаинь, ты с собой ездишь. Баса, сам, хам, ше, гараса, не бам. Да. Все. Попозапос. Приде, он, голу, датчик. Ха-ха-ха. Ладно, осталось только закрепить его на место, и все. Все, ладно. Отлично. Убедили, да, я? Ага. Давай еще раз, щелкни-ка, а? Я этот, посмотрю, замок. Да, он дергает. Чик-чик. А смотки что-то открывает? А, ну ладно. Да ладно, че, что? Ну, он с ключ открывает. Классно, главный с ключа. Мне кажется, мятины. Понимаешь, да? Да, на буриндам, он не дергает. Я понаждаю. Хе-хе. Классика. Эй, нифига себе. Че это? Ты только что увидел. А, брызгалки. Брызгалки. Здесь стоят. А где они, значит, должны были быть? Капот, кабот меняли, что ли? Капот свой не троганный. Тогда. Или жабо какой-то не... Нет, уж как. Ха-ха-ха. Вот все околхну за имя. А как тогда, бля? Дырык на капоте нет им? Нет. Заводится сейчас с пола оборота, друзья мои. У гуры до сих пор нет. Вот сейчас обратно загоняем к Виталику, чтобы он нам сделал еще и гур. АБС посмотрел, он до сих пор на панели горит. По-моему, уже по его части все. А вот он. Не работает. Гур еле крутит. А так уже заводится. Работает движок отлично. После того, как поменяли датчик. И по электрике все вещи он сделал. Виталик наш специалист. Что ж, друзья, в следующем выпуске мы продолжим готовить наши саман-продажи. Кузовные работы. Про них расскажем. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok